Евгения Гуцулт стала руководителем Гагаузии, девушка без биографии, которая включилась в предвыборную гонку за несколько недель до. Вся предвыборная кампания тоже проходила с лицом Шора, вашего оппонента. Она стала президентом, руководителем Гагаузии. И по закону вы должны утвердить ее членам правительства. Вы до сих пор этого не сделали? Нет, я не сделала. Я хочу вам сказать, потому что вы говорите про выборы, про местные выборы. Вы можете посчитать, сколько политических партий, то есть представители скольких политических партий выиграли на местные выборы. То есть все те, которые соблюдали закон, все те, которые финансировали свою кампанию, исходя из законных рамок, все эти люди смогли, то есть выиграть. И можете посмотреть на эти результаты. Потому что то, что вы говорите про эту политическую партию или про эту группировку, потому что это не политическая партия, это группировка. Они открывают одну политическую партию, потом открывают другую и так далее. Про нашу демократию нужно судить, исходя из того, что происходит вообще, а не исходя из нескольких случаев, где проблема была с коррупцией и проблема была с покупкой голосов. Да, а почему вы ее не утверждаете? Потому что вы не верите в результаты этих выборов? Потому что она сегодня представляет коррумпированную группировку. Она не представляет ГГУский народ. Она представляет коррумпированную группировку. И я не считаю, что такие люди могут быть... Это даже против интересов нашей страны. И это риск для нашей государственной безопасности, если хотите. Ну, это мнение. А есть закон, который... Она честно избранная. Ну, она математически честно избранный руководитель. Честно, я не согласна с вами, что она честно выбранная. И есть дело в прокуратуре. То есть вы не утверждаете ее в правительстве, потому что ждете, чем закончится. А это не нарушение закона с вашей стороны? Ну, они направили заявление в Конституционный суд. Посмотрим, что Конституционный суд скажет. Не-не, другое уточнение. А то, что вы ее не утверждаете в правительстве, разве с вашей стороны это не нарушение закона? Я считаю, что нет. Ну, мне кажется ли вам, что это путь, который может вывести... Вот если мы занимаемся занудничаем, то ведь, по сути, так каждый может говорить. Так как гражданин может сказать, что я закон этот не соблюдаю. Я не могу назначить человека, который представляет криминальную, коррумпированную группировку в правительстве. Ну, и вы, исходя из этого, идете поперек закона? Я не говорю, что я иду поперек закона. Тогда любой человек на улице тоже может идти поперек закона. Типа, окей. Нет. Нельзя применять насилие к людям. В законе не написано, когда она должна быть назначена. Редактор субтитров А.Семкин